Засыпай Тоня светит, танцует Рио Риту Веки полу прикрыв этот странный мотив Позабыть не могу я никак Ах, Рио Рита, как высоко плыла ты над нами Через страх и озноб, через восток побед Аргентины далекой привет Ах, Рио Рита, как плескало все алые знамя В нашей юной стране, тут каждый юный вдвойне Где все это не было и нет Ой, деньги-то как разрешать передать вам Это как алькан убой, если злые, и погоны А у меня три года от мужа никаких вестей На все запросы следствие идет И вдруг записка чудом Нас ведут этапом Хоть бы увидится, разная А я, Ань, мой мой Ведут, ведут Отряд, цепью установить, обеспечить коридор Отряд, привык Голя! 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 Голенька! Пустите меня! Голя, я здесь! Гатя, как вы? Как Надя? У нас все в порядке! Девушки с нами! Надяка и Варя! Варя с нами! От Варей нет вестей! Варя с нами! Папа! Папа! Готя! Папа! 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 Котика! Котика! Варя! Чьего лекарства зря тратить? Не жале цены! Варя! Глаза на тот свет цены тратят! Варя! Дочь моя! Спрячь! Спаси! Варя моя! Бредит! Заговаривается! Выносите её! Заразит тут всех! Серёжа, давай! За ноги передавай! Аккуратно! Аккуратно! Давай, нахуй! Води! Води! Оставьте её здесь! Пока! Ну, а дальше посмотрим! Варя! Варя! Давай, давай, давай! Ещё, ещё! Греби, греби! Давай! Давай, давай, давай! Ещё, ещё! Получится! Да! Давай, давай, давай! Ирина, молодчина! Варвара, молодец! Молодец! Так, Антонова, норматив! Да, молодец! Красоткина! Красоткина! Давай, 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 давай! Красоткина, давай! Ну, Красоткина! А у неё после школы только одна дорога! Замуж! Ага, вон, залётчика! Не за вас же выходить, а балдуи! Жил на свете, Митька, друг! Воевать решил он вдруг! Взял ботинки, ложку, кошку! Взял он даже поварёшку! Рит, а почему залётчика? Форма у них красивая! А что, тоже хочешь? Только Митьке не вдомёк, что не взял он котелок! Эй, Митька, не дури! Котелок с собой бери! Котелком всегда вари! Опа! Ну, Митька, теперь идти только в лётчики, иначе Ритку те не видать! По зрению не возьмут! А ты, Варька, балда малахольная! Да ладно, Мить, я ж пошутила! Владлен Иванович! Владлен Иванович! Антоновых директору срочно! Варю и Надю! Скорее! Здрасте! Равняй, равняй! Выше, выше! Равняй! Выше поднимай! Они же, что ты выше делаешь? Вот так хорошо! Ну, всё, оставь! Офицерская жена — это та, которая всегда сумеет дождаться своего мужа с войны! А если он не вернётся живым, то сделает всё, чтобы его считали героем! А если у него незаслуженно отнимут звание героя, ошибочно обвинят в предательстве, настоящая жена пойдёт за своим мужем до конца! Если надо будет — сложит голову вслед за ним! И не в военное время! Вот, товарищ, отрывок выпускного сочинения ученицы десятого класса Варвары Антоновой! Тема была — жены декабристов! Ну и как же она назвала этот, так сказать, опус? Офицерские жены! Все писали другую тему! А она? А это та же тема! Декабристы были офицерами! Офицеры остались при старом режиме! А у нас — командиры рабочей крестьянской Красной Армии! Да? А она и писала про старый режим! А вот, пожалуйста, сочинение Антоновой Надежды немногим лучше! Те же подтексты! Убили не за грош! Уничтожен цвет офицерства! Это... Намёк, товарищ! Вы можете объяснить, что вы написали? Вы о чём писали? Жены декабристов разделили участь своих мужей! На каторге! Разве нет? Это что такое? Я спрашиваю, что это такое? Сочинение на заданную тему! Ты не... Дурочка тут! Не валяй! Проходите! Эх, Катя, Катя, Катерина! Умная! Красивая женщина! А я ж тебя на работу взял на свой страх и риск! Я даже не спрашиваю, почему ты из своей Москвы уехала! И ребёнка твоего в школу взял! И эту племянницу по твоей фамилии без документов на слово поверил! Надежде на, так сказать, взаимное понимание! А ты? Ну, что ты меня мурашешь, Катя? Катенька, ну? Вы знаете, я замужем! Ну, а где ж наш муж? Где ж муж наш, а? Где муж наш? У вас это не касается! Почему это не касается? Это очень, очень меня касается! У вас это не касается! Катя! Езжу, понятно, что у Арварина родители арестованы! Как её настоящая фамилия, а? А? А я узнаю! Я всё узнаю! И по какому праву вы свою фамилию раздаёте! Детям врагов народа тоже узнаю! Ох, ответите! Ох, ответите! Катерина Афанасьевна! А? Отвечу! 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 Кать! Пуста? Молока будешь? Нет, спасибо! Нет, стой! Варя! Мама! Ускажи ей, мама! Простите, тетя Катя! Я не думала, что так выйдет! Хотя, вру! Я думала о маме, когда писала! Она говорит, что уйдёт! А куда она уйдёт, мама? Я должна уйти! Варя, ну пожалуйста, я про… Мама! Варя, сбежать — это значит признать вину! А в чём твоя вина? Ну-ка, сядь! Я сама должна решить, что нам делать дальше! Дайте время, девочки! Я подумала, если мама когда-нибудь прочтёт, если она увидит, то она будет знать, что я не забыла ни её, ни папу! Простите меня! Простите меня! Простите меня! Простите меня! Если Семён Фёдорович, он будет через час! Поняла, Ирина Юрьевна! Квартира Саенко, слушаю вас! Поняла, приду! Глаша, кто это? Кого? Это номером ошиблись, Ирина Юрьевна! Я зелень забыла купить! Мне б на рынок! Фартук сними! Ага! Я быстро! Так! А что?! Влажай! Вот и праздник! Влажай! Торошее! А ну, стоит! Я тебе дам воровать! Ай, ай! А что?! А капычки! Свежие новости! Покупаем газету «Правда»! Свежие новости! День почем? Барбля! Да вы что? Глупый в базарный день! Так я много буду брать. Давайте мне вот эту. Сколько это все будет? Пять рублей. Пять рублей. Прекрасно. Здрасте, Екатерина Фнастяна. Спасибо. Всего вам хорошего. Ну, вам чего? А у меня новость для вас есть. В нашем доме мужчина холостой, хороший. Для меня узнавали специально. Я к нему стирать, убирать хожу. Грудинки отрежьте мне. Глаша, помощь твоя нужна. Беда. Что-то с девочками? Их нужно куда-то подальше отвезти. Слышишь? Опять? Э, ты сильно жирная, мне не надо. У меня хозяйка этого не любит. А мне жир тоже нельзя. У меня вон своего достаточно, да? Чё, на обеды курили? Неважно. Главное, к твоим родственникам куда-нибудь. Ну, к кому-нибудь. Можно? Екатерина Афанасьевна, миленькая. Ну, у меня же все из деревни в город на заработки попереезжали. Ты давай это, бумаги не жалей. Хорошо, хорошо заматывай. Чтоб не потекло. Даю, хозяюшка. Вот. Мне больше просить некого. Вот, денежки возьми, здесь без дачи и без дачи. Спасибо. 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 Благодарствуйте. А, а так вы Ирину попросите, хозяйку мою. Мы уж дружили с ней. Неужто она откажет? Пойдемте, пойдемте. За спрос денег не берут. Пойдемте, пойдемте. Давай-давай-давай. 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 И за три года здесь ничего не изменилось. Только жильцы меняются. Все, кто при вас жил, все… Здрасте. Здрасте. Иди-иди, Фимочка, иди-иди. Иди, Дуди. Неужели Ирина вам ничем не поможет? У нее родни здесь деревенская, вечно пасутся. И тем более она вам обязана. Чем? Ну как чем? Они же тогда в вашу квартиру въехали, еще ничего остыть не успела. А Семен сейчас в силе. Вы знаете, какую он должность занимает? Здравствуй, Ира. Узнала? Глаша, иди на кухню. Прости, что я вот так сюда. Да. Глаша, иди на кухню. Вы в своем уме? Ну ладно, Анна, а ты? Под монастырь меня хотите? Никто не видел. Да тут и стены видят, будто не помнишь. Я помню, у тебя в Приозерском родня живет. Спрячь там девочек. Надю и Варю. 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 Козуб. Ты с ума сошла? Ира, пожалуйста. А ты в курсе, а что твоя Глаша? Кому она тут, кроме нас ходит, бельишко стирать? Да я при ней опасаюсь лишнее слово сказать. А ты только о себе и думаешь. Не о себе, а о девочках. А вы, я вижу, мебель нашу оставили. И картины тоже. Казенное тут все забыла? Ира. Прошу, помоги. Только советом. Сдай Варю туда, где детей врагов держат. И живи, знаете, спокойно. Если вас тогда не взяли, то и сейчас не тронут. И замуж выходи. Ты еще интересная, устроишься. Семен, он не должен тебя тут. Катерина, уходи. Уходи. Катерина, я прошу тебя. Скорей. Нет. Туда наверху. Прячься. Туда заходи, прячься. Жди там. Сенечка, а я тебя в окно увидела. Я жду тебя уже готов в обед. Ну чего ты, правда. Я просто тебя в окно увидела. Екатерина Афанасьевна. Екатерина Афанасьевна. Миленькая моя. Ну не плачьте. Не плачьте. Она как была лапотница, так и осталась. Даром, что фурсу много. Но это ж надо такое предложить вам выйти замуж за… при живом-то Николая Ильичи, а? Зараза. Ну пойдемте. Пойдемте, не плачьте. Ну я же, я же для девочек специально. Екатерина Афанасьевна. Ну клаш, ну. Ну как это? Ну возьмите. Ну я вас очень прошу. Спасибо. Спасибо. И, и вот еще. Что еще? Вот брошь. Мне ее Мария Андреевна подарила, когда я Варю от скарлатины выходила. Помните? Передайте Варе. Пусть хоть какая-то память от матери останется. И это еще зачем? Я ж вам все сказать хотела. Майор, который сейчас в квартире Козубов живет. Ну мой. Бумажку достал. Узнал специально для меня. Она о Тифов под Уралом во время передислокации, когда их перевозили с одного лагеря в другой. Так что сердца теперь наша Варечка. Катя. Катерина. Моешь? Тут человек из Москвы приехал. Ну и из этих. Ну ты понимаешь? Я интересовался тобой писаками, твоими сочинениями. И сделал, и еще. Катя, адрес ваш. Ну я, ну я, ну я вынужден был, я вынужден был сказать. Катюша, поверь, это, это не я. Это ветеран наша. Это, это… Где тебя, ешкин тон? Так, а ну не бегать здесь! Катя! Добрый день. Здравствуйте. Майор Ермилов, пройдемте в дом. Идите писать во двор. С ними я уже побеседовал. Чаю не предложите? Вы их что заставили писать? Донос? Я знаю, зачем вы пришли. Дети. Они же еще дети. Моя дочь и Варя. Они ни в чем не виноваты, понимаете? Ну, они не в ответе за родителей. Так же учат, товарищ Сталин? Меня забирайте, слышите? Меня обвиняйте, меня задерживайте. Их не троньте. Хорошо держитесь. Написано прямо о вас. Тетради можете забрать, а лучше, конечно, порвать. Они переписывают сочинения. Надеюсь, без лишней романтики. Зачем вы… Зачем вы нам помогаете? Как фамилия Вари? Степан Козуб был моим командиром в Гражданскую. Я и предположить не мог, что его расстреляют как врага народа, а меня поселят в его квартиру. Вот такой вот винегрет. Подождите, так это вы… Глаша говорила, это вы узнали, что Мария в лагере умерла? Да, на этапе. Дочери ее уже сообщили. Не смогла. Вы передадите. Субтитры создавал DimaTorzok ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Я не буду плакать. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Мама не любила, когда я плачу. Уезжать вам никуда не надо. Скоро и так начаться может, что всех разбросает по сторонам. Вы считаете, что будет война? Тихо-тихо, но кто сказал война? Вы ведь не первый год звание жены должны понимать. А как же провокаторские случаи? И прятать Варю под своей фамилией не стоит. Да и когда шестнадцать? В октябре? Пусть получает паспорт по своей. Да и хорошие приятели у ваших девчонок. Только не спрашивала у них ваш адрес. Не сказали. Ура! 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 Мам, а если папа, он как Варина, мама? Не знаю, я вообще об этом не думаю. Я надеюсь, что… А ты знаешь, почему мы так тебя назвали? Долго спорили, но имя тебе дал папа и сказал, между нами с тобой теперь всегда будет надежда. Давай, понесли. Ура! 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 Девочка, девочка, а почему ура? Война! Ура! 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 Мне кажется, если я немца живого увижу, я на месте умру от страха. Ты уже немцев собралась встречать? Так, а ну отставить упаднические настроения. Ой, Митька! Ты че раскомандовался, а? Тоже мне юбкин комиссар. Злая ты, Варька. Между прочим, тоже не Ваньку валяем. Здесь трудовой фронт. Да какой здесь фронт? За городом рвы немцам копают. А норму знаете? Чтоб каждое рыло нарыло по два кубометра нарыло. Петька! Ну! Узнали! Я на две минуты! Отбывают место службы! Причтами могут документы перевозить! Красавец! На удовольствие! Деньги! Аттестат! Боец Красоткина! Ну ты редко красотка! Как всегда! Залатлива! Тоже мне диковина! А то сейчас Митька трогать прибежит! Ну все! Рит! Спасибо! Ребята, до встречи! Я как почту полевую узнаю, я вам всем сразу напишу! Угу! Варька, ты это, серьезно, насчет фронта? Ну, настоящего? Да! Если пойдешь, я с тобой пойду, поняла? Поняла! Вот, нашел в почтовом ящике. Ни марки, ни штемпеля. Этот Мария Гозуп. Если читаешь это письмо, значит, добрался хороший человек до Москвы. Меня выходил наш фельдшер, хотя все же похоронили. Катя, как там моя Варя жива-здорова? Значит, ошиблюсь с ответом, умерла на этапе, значит, жива? А вам, Катерина Афанасьевна, лучше бы в Москву вернуться. Устроиться на работу, с комнатой мы поможем. Теперь уже можно такой винегрет кругом. Юрий Иванович – золотой души человек. Ему надо доверять. Другой бы не смог, а он… Осторожно. Осторожно. Да. Я б за него костьми легла. Екатерина Афанасьевна, если Юрий Иванович сказал, что поможет, значит, девочек ваших престолов… Да они сейчас, дурёхи, по военкоматам бегают, на фронт рвутся. Пустите. Да кто их возьмет? Маленькие ещё. И что? Проводили, Семен Фёдоровича? Проводила. Разбираться направили. Почему-то вдруг все воевать разучились. А потому неудачи, что расшатали армию. Чистили врагов. Да не всех ещё, наверное. Из-за них всё это. Понимаешь? Из-за них. Тихо, тихо, тихо. Тихо, мне Екатерина вынесла. Спокойно, 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 спокойно. Так, значит, сейчас мы быстро встаём в строй. Митька! Девочки! Наших фамилий в списке нет. Значит, сейчас будут. Зададим присягу и возьмут, куда они денутся. Вон Митьку взяли. А нас не берут почему? Потому что мы девочки. Подержи гармошку, пожалуйста. Только это, дождись меня. Я присягу пока принимать буду. Извини. Красноармеец Иванов! Я! Выйти из строя! Есть! Я гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды рабочей крестьянской Красной Армии. Пошли в строй! Я всегда готов по приказу в строй моей Родины, Союза Советских Социалистических Республик. И как воин я клянусь… Приказы начальников и командиров. Если же по злому умыслу я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся. Разрешите обратиться? Опять ты! Это не бирюлька тебе, это присяга. Пожалуйста. А ну марш отсюда! А если я не боец, почему вы мне приказываете? Марш отсюда! Разорвите, рятел! Выки из строя! Ну что, не устала держать? Не взяли, да, девчата у вас воевают? Не-а, не взяли. Может, ты нас возьмешь в ординарце? Я буду тебе сумку таскать, Надька, гармошку. Леша. Леша? Тут армия Леша. Я вот, боец Козуб. Варя. Это Надя. Тут еще где-то наш друг Митька ходит. Фамилия Дерехов. Вот. Надежда, а я вообще хотел летчиком стать, а вот пока не вышла. Летчиком? Летчиком. Недолетчиком. Распишитесь. Недолетчиком. И каким ветром тебя в наш городок, летчик-недолетчик? Получите армию. Да я вообще в Москву приехал поступать, в театральный. Но вот война началась, я сразу туда на призывной. Говорю, а с авиахимовец летать умеют. Спортсмен. Распишитесь. Вот, спрошу там, прыгаю. А они говорят, вот и лети домой. На призывной. Домой. Смешно, да? Угу. А ты вообще откуда? С Харькова. Туда не успею уже. Так что, пока здесь будем воевать. Ну а чё, здесь хорошо. А что, давай гармошку? А, машина! Гармошечку! Варя! Куда? Варя! Куда? Стой! Подождите! Вы! Ребята, давайте! Забейте! Забейте! Упы! Ребята, давайте! Упадет же! Упадет! Ребята, давай! Ребята, давай! Ах! Ох! Держу! Держу! Ах-х-ха! КОНЕЦ СТОНЫ В начале лета я последний раз в Харькове был. Потом уехал, а дома мама осталась с двумя сестренками. Батя на фронте, наверное. Конечно, если бы у нас в городе институт искусства был, хотя бы в училище, я никуда бы из дома не уехал. Мне дома нравится, там все друзья, все знакомо, к всему привыкший. Ты что, в артисты ты пошел? С гармошкой, Петя? Ой, прости. Ну, вообще, я в прошлом году с цирком Шапито всю область объездил. – Шапито. – Да. Клоуна, что ли? Нет, почему? Воздушный гимнаст. У меня разряд по гимнастике. Он за выступление по тридцать семь рублей получал. Для моего возраста это… Как будто не веришь мне. А я покажу. Держи. Внимание! Внимание! Браво! Браво! Сальто! Тирико! Артист! Артист! На, артист, поешь нормально. Не гармошку тебе надо было тащить, а ложку с миской. Понял? Да, это первое дело на фронте. Откуда у тебя такая подруга, которая все знает прям? У меня отец военный был. У Надьки тоже. Вон, Митька меня послушал. И не в накладе. А как же вас отцы военные сюда отпустили? Да тише вы! Завтра выдвигаться рано. Спите уже. Давай. Иди, держи дверь. Надька, у нас такая. Если заснула ее, бомбежкой не разбудить. Спорим, с утра проснется, не поймет, как здесь оказалось. Да? Не обидится? А что обижаться-то? Мы для нее стараемся. Там тесно здесь лучше будет. Да? Так, так, так. Сюда. На месте стой. Откуда никто разрешил? Товарищ командир, мы все равно на фронт попадем. Чего бы нам это ни стоило. Черти, вам только играть. Сейчас отсыпаться, а завтра либо отправим обратно, либо будем оформлять. Все, спать. Натька-то в тебя влюбилась. Недолетчик. Чего, она сама что-то сказала? Я ее без слов понимаю. Нас отцы дружили, а мы с ней с детства росли. Задурила ты ее гармошкой своей. Может, она мне тоже нравится. Тихо сегодня, да? Немцы, пойди, устали бомбить. Может, сегодня удастся поспать? Ой, нет, Глаша. Надо быть начеку. Да и управду вам просят две смены. Отдежурить. Бомба ловит никому. От девочек ничего. Где они? Что? Варя даже не знает, что мама жива. Ой, Варина Юрьевна, а вы чего? Мы, мы и сами-то справляемся? Да, я хотела спросить, а Варя и Надя на фронте не пишут-то? И от моего Семена весточки никакой. Кать, ты прости меня за то, что я тогда тебя, ну, вот так выгнала. И когда шли в бомбоубежище, она говорила разного. А ты не злись, что тогда не заступилась за Козубов и за Николая твоего. Ну, а он заступился. И что, сильно помог Козубам? А ему? И в квартиру твою тоже мы въехали. Ну, а если на морде ждали, что ж надо было отказаться? Следующий адрес — лагерь. Кать, хочешь, возвращайся в квартиру, живи. Ну, что ж ты будешь в Дворницкой-то? И мне не так страшно. От Семена Федоровича точно ничего нет? Сообщили сегодня, что на него паёк отменяется. Не знаем он, где ваш муж доблестно воюет. А может быть, отсиживается где-то у немцев в плену. Отсиживается мой Семен. Видишь, как Кать. Обе жены офицеров. А были разные. Мой воевал, а твой сидел. А теперь уравнялись. Катя, калинь, калинь! Почему? Не забери! Не забери! Не забери! Надя! Надя, вставай! Слышишь, там бой, там наши! Давай, пошла! Немцы! Ну там, пошла! Держи! Туда! Давай! Немцы! К ankle… Пошли. Пошли. Мы, Надя, пойдем! Пошли, говорю! Надя! Да пошли, я говорю! Вас ждет хорошее обращение без пропитания! Ваша борьба бесполезна! Субтитры создавал DimaTorzok Засыпаю, я вижу вновь, что балконная дверь чуть приоткрыта И кисельную тюль в окно, где пыльный июль, выдувает капризный сквозняк Не скрывая свою любовь, то не светить танцует риориту Веки полу прикрыв этот странный мотив, позабыть не могу я никак Ах, риорита, как высоко плыла ты над нами Через страх и озноб, через восток побед Аргентины далекой привет Ах, риорита, как плескало вся алая знамя В нашей юной стране был каждый юный вдвойне Где все это не было и нет Катерина, там Что? Девочки? Ира, что ты плачешь? Да иди уже, скорей! Надя, Варя! А где? А девочки, где? Я знала, я знала, что тебя выпустят А где? 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 А reverence ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Там ещё наши. Ни одного живого. Вот хоть документы, ни могил, ни чего, как Миська. Да. Знаешь, я папу совсем мало помню, так обрывки какие-то. Но одно запомнила, как он кому-то, что солдата могут убить. У него участь такая. Где война, там смерть. А память? Память должна остаться. Он жив. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Товарищ агент, ты сюда! Надя, это наш. Держи. Прикните все на землю. Кителяск. Я вижу, вижу. Пошли. Тихо. 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 Тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Держись. Тихо. 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 Wer ist das, Offizier? Это сейчас, что Коммунисты и офицеры. И ги сухой, Офицер! Хайд! Витком! Сидцем! 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 Хайд! Wer ist das, Офицер? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Поехали! Назад! Надя, Надя, вставай! Надя, наш! Наши! Наши! Надька! Наши! Живые! Наши! Да. Хорошо. Звонят. Звонили. Николай Ильич. А, машина уже в пути. А вас на какой фронт? А вдруг на Москву? Говорят, это сейчас самое главное направление. И если вы вдруг встретите моего Семёна, не оставьте его в беде, Николай Ильич. Да, разумеется. Мало времени, Коль, поешь. А колбасочку? Чего же вы колбаску не едите? Дорогой вы мой человек. Надь! Надь! Вы что? Вы что, пленные? Ну, а ты что, в лесу хотела остаться? Пропадёте тут дурёхи! Главное, не говорите, что вы в армии были. Гражданскому домой идёте. Что же вы не сбежали, если вас в лес сюда без охраны пустили? Куда тут сбежишь? Они повсюду. Только что в лес не суются. И не ходить было. У нас раненых половина деревни. А эта, хоть какая-то доеда. Тихо. До сих пор не верится, что всё это со мной. Форма, машины к подъезду. Дивизия в подчинении. Даже как-то не по себе от таких почестей. Знаешь, самое странное, что я рад. Война — это то, что я умею. Горрако, меня за дикой. Горрако, моя горданная дорога. Горрако, моя ясна, моя гидрая. Горрако, моя гида、 мой гида? Горрако, моя гида, муня. Я знаю немецкий. Мы — школьницы из Москвы. Возвращаемся домой. Были на каникулах у моей няни, когда началась война. Ваши родители — коммунисты? Воюют? Мои родители убиты до начала войны. Её тоже. Господин майор. В медчастье. Пусть работают. Мрут сильно. И лечить их нечем, и кормить. Здоровых тех ещё оставят. А этих — в расход. Вы что? Они же слышат. А кого теперь обманывать? А ты, девка, зря свой немецкий выдала. Теперь они тебя точно не отпустят. Ты ж к ним вроде как на работу, а? Или как? Так. Слышь, воспитанные люди и красавцы. Видала? Ты что? Ты что такое мелешь? Валя… Валя… Ритка, красотка… Да не жилец она. Осколком её в живот. Рассказывали, будто при генерале каком-то скакала. Вся такая из себя. А потом в переплёт попали. То ли первая бомбёжка, то ли рукопашные вблизи увидела. Так в миксе, да и стало. Рассказывали. Рассказывали. Хавел… Рассказывали. Я знаю, как это стало. Эй, русские, вернитесь! Стойте, я с вами, в Москву. А сейчас все умные туда бегут. Генералы с коммунистами из города сбежали, а комнаты пустые. Один черт, что тут под нимцем ходить, что там. А так, хоть поживу по-человечески, а? Гварь, не будешь… Слышь, мы с этой втроем не дойдем. В твоем-то еще с тобой как-то можно было, а это… Хромай, куда? А ты иди, иди. Раньше нас доберешься. Адрес ты запомнила? Да. Там спросишь Глашу, передашь, что мы живы и добираемся. Поняла? Поняла. А мы сейчас… Передохнем и дальше пойдем, да? Как там? Держись, Надя, давай. Вон, Надя, Надя. Надя, смотри, там мосток. Нам через реку надо. Что? Не могу. Не могу. Нет, не могу. Надо, Надя. Понимаешь? Надо. У нас с тобой документы. Миди, Ритки. Остальных. Надо, понимаешь? Пошли. Отто! 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 Давай побыстрее. Отто! 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 Да где же ты, Господи? Ты идешь или нет? Отпустите нас. Мы идем домой. У моей матери никого не осталось, кроме меня. Отпустите. Давайте. Вставайте побыстрее. Ну, Шнель. Давайте, давайте. Дурочка. Подымайтесь. Быстрее. Иди. Видея. Ха-ха-ха-ха. Что? Испугались? Мы так учили стрелять людям в спину Хочешь туда? Плыви Ну же Плыви Боишься? Давай быстрее Давайте, плывите Не нужно Вперед Вперед Лава 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 Варя Варя Варечка Варя 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 На улице толпы Все бегают, кругом паника Болтают, что вся власть в Куйбурге Нет, не верю я, Глаша Не верю я, что Москву отдадут А у нас гости С новостями Здрасьте 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 Продолжение следует Нет их больше Немцы убили Мы же вместе шли сюда Я вот… А они не дошли. Тронулись, что ли? Баба, вы чего? У вас горе. Иди, иди за мной. Вон они. Вон они наши убиенные. Одна и вторая. Вторые сутки уже спят. А ты их, значит, уже похоронила, да, мадам? Чего ты глаза вылупила? Варежку на квартиру раздявила, да? Рыжая бестия. А ну давай, давай, тряси отсюда бутями, пока я тебе ноги не повырывала. И совести у тебя ж хватает приходить сюда. Вещички свои забери, и чтоб ноги твоей здесь больше не было, зараза! Я газа. Так, горяченькая подоспела. Теть Кать, вы что-то важное мне хотели сказать, а я заснула. Не волнуйся, прочти. Жива. Жива, мама. Попримите, так вообще долго жить будет. Раз мы её в живых не числили. Товарищ полковник! С бойцами в ротах я уже пообщался, теперь мы с вами. Куда? А что ж творят, а? Аколов, успей с ним! А если вас хвалят, да и начать в подортость. Все говорят, ты с Антоновым поговори. Скажите, а что было самым трудным по возвращении в армию? Самое трудное, это не лезть на рожон. Все ж надо из личного опыта. Я понял, как накрывает, а? Не продохнуть! Еще один вопрос, Николай Ильич! Нет, нет! Вот вы! Комиссар, круг! Николай Ильич, вон там! Гляньте! Гляньте, вон! Дайте, дайте! Вон! Больше знаешь, лучше пишешь! Засекли! Куда? Удля! Назад! Убьют! Назад! Назад! Кому сказал! Товарищ Сосов! Не боится вас! Много рассказывали! Теперь вы с вами! А ну, курсанты, стройся в Шеренку! А ну, курсанты, стройся в Шеренку! Эй, девки, куда? Еще заморозите сейчас! А ну, строй! Видишь, приспичилась! Сначала перекличка, а потом все остальное! А родить нельзя годить! Не знали дядя командир? Видишь ты, дядю нашла! А ну, быстро строй страны весь! Товарищ главный командир, а вдруг мы школу окончим и войне конец! Под Москвой немцам жарили… Генерал Мороз за вас сейчас воюет! А весна придет, немец попрет! Так что войны и на вашей хватит! Здрасте! Здрасте, товарищ командир! Здрасте, здрасте! Давай, давай, давай! Давай, давай! Давай, линию держай! Вот так! Сравняйсь! Смирно! Меня зовут Марк Санчкогов! Ваша старшина! А вот уши беречь надо! Слуг для радистки — это главное оружие! Не хотела, как немцы в карикатуре, товарищ старшина! Отставить разговоры! Шаг вперед! Направо! 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 Встать в строй! И в строю гробовая тишина! Можете называть меня Марзяноч! Что за смех строю отставить? Хотя вы и так меня за глаза будете называть Марзяноч! Направо! К казарму шагом марш! Кому приспичило, можно бегом! Спасибо, товарищ старшина! Ребят, я с вами! Я с вами! Подождите! Я первая! Отличились войска генерал-лейтенанца Каратеева, генерал-лейтенанца Трагмента! Глаша! Да! Принеси четвертую тарелку! А мы гостей ждем? На всякий случай! А вдруг Николай? Ну поставлю, мне не жалко! Вот, коменданта дома встретила. Принято решение о возврате квартиры Николаю Ильичу. А меня, значит, на улицу. Ничего, что я вдова, что мужа больше нет. Меня, значит, пинком. Ира, подожди! Ира, стой! Ира! И прекрати Семёна хоронить. Извещаний еще не было. У нас нет пленных. У нас есть предатели. Уж лучше смерть у храбрых, чем так, без вести пропавших. Так, давай раздевайся. Раздевайся, раздевайся. Давай, давай, давай. Потому что Новый год, и тебе меня жалко? Давай, говорю. А куда мне потом? Будешь жить, где и жила. Понятно? Сейчас чемодан распакуем. Давай. И что вы думала? Садись. Сейчас разберем чемоданы. Ну что сушевались? Это из летного училища «Орлы-соколы». Наши соседи. Так что знакомьтесь. Сегодня можно до часу ночи. И потом сразу в казарму. А то в тыквы превратимся. Золушки. Так. Значит, чтоб вести себя. Блюсти. В общем, вы сами все знаете. Жаль только, снабженцы с формой подвели. Не одежды красит человека, товарищ Марзяныч. Налево. Вольно. Шагом марш. Козов. Ко мне. Ко мне. Что это? Ты вообще соображаешь или нет? Отдайте. Это не вам, а маме было. Я знаю, что маме. А куда? Ты со своей анкетой чудом попала в нашу школу. Вылететь хочешь? Значит, вылечу. Но писать буду. Не имеют права не отправлять. Ань, стой! Я подойду здесь. Ну что? Надька, пойдем? Слышишь? Что? Это этот артист, Надька. Ай! Ай! Это он. Надь! Ах! Я! Молчушка! Живая! Молчит-молчит. Но когда надо, я знаю, Надька у нас добьётся своего. Выбрались всё-таки. Я искал вас. Надька ещё твою гармошку героически вынесла. Ну, ладно. А я смотрю, ты на новую воюешь? А, гармошка! Ну, в общем, своего я добился. Скоро буду летать. Ты лучше расскажи, как ты до своих добрался. Человек десять нас тогда уцелело. Ранены были почти все. Своим вышли, а потом до самой Москвы. Надя, Варя, за вами. Что ж ты, Козуб, со своими письмами подкузмила всех? А куда? Товарищ сержант, а куда вы к выводите? Отойди, курсант. Так праздник же! Может, я с вами поеду? Отойди. Отойди. Сержант! Сержант! Спокойно! Это мой, наш. Выпил лишнего. Отдыхайте. А куда лезешь, дурак, стой здесь? Товарищ сержант, а разрешите поинтересоваться, куда вы увозите этих милых барышень? Приказа обсуждать это не было. Пройдёмте. Ну, всё, Лёха. Это арест. Садись. Поехали. Поехали. Поисковик на вас настроенный Екатериной Афанасьевной. Всегда знает, когда вы появитесь. Подарков-то под ёлку привезли. Спасибо. Я ж проездом, по сути. До пяти утра всего. Ой, хорошо. Слава Богу. Только девчонок нету жалко. На учёбу уже уехали. Жалко. Думал, хоть сегодня. Спокойно. Сладись. Данилкин, военкор. Вот, Катя, Глаз, принимайте гостя. Какого гостя? Я при исполнении. Работаю над материалом Гудни. И главное, праздники героического комбрига. Да ну, всё, гоню, гоню. Он как лист за мной. И главное, сыплет словами зазря. А как же вы так без жены и без семьи? А они без вас там, в Новый год? Жена моя — это работа. А вы нас куда везёте? А вы скажите, как есть. Нам что, Новый год на Лубянке встречать? А у неё отец, Антонов, комбрига. Слышите? Слышите? Чёрт. Пойди глянь, что там происходит? Слушаюсь. Товарищ сержант, толкнуть бы. Товарищ сержант, толкнуть бы. Выходите. Помогать будете. Давай. Давай, давай, давай. Вот так. Бежим. Бежим сейчас. Куда? Куда-нибудь. С ума сошла. Давай. Давай, ещё. Всё. Стой, Падя! Куда? Стой! Хуже сделаешь всем. Ой, ой, господи, так скользко. А ты дура, Варька, куда побежала-то? Рванула, поскальзнулась? Ой. Поднимайтесь. Ты чё вообще? Ну-ка, поднимайтесь. Давай, 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 давай. Толкайте. Толкайте, толкайте. За действием его бригады под Москвой Николай Ильич был представлен к ордену боевого красного знамени. Главное, сам-то не скажет. Скромный. Вот особо болтливых. Я ведь сейчас… Умолкаю, умолкаю. Ириночка, может, вам шампанского налить? Ну, налейте. За тобой. Я открою, открою. Ой, здравствуйте. Вы посмотрите, какие гости к нам на огонек. Товарищ майор. А у нас всё в самом разгаре. Здравствуйте. Я сейчас всё организую. Здравия желаю. Штрафную? Ну, если штрафная, тогда давайте, Николай Ильич, тост о женщинах. Красиво, только приказы умею. За жен. За матерей, за всех наших любимых. Терпения вам. Это адрес редакции и мой рабочий телефон. Терпения вам. Спросить Данилкина. Данилкина. Жалко не получилось. Я ведь лично у товарища Ермилова просила, чтобы он к празднику девчонок как-то… Но зато он со школы помог. Их брать не хотели. Кушайте, кушайте. Спасибо. Спасибо. Ой. Папка. Папа. 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 Ну, что ж так можно. Вот это да. Товарищи, слушайте. Прекрасный групповой снимок может получиться. Товарищи, папа, поверьтесь. Папа. 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 Вот гад. Ты куда прёшь? Здесь закрытый объект. Здравия желаю, товарищ Марзянович. Надя Антонова и Варя Козук вернулись. Мне бы повидаться. С Надеждой которой. Да не все дурёхи с Надеждой. И нечем по заборам лазить. А ну, пошёл отсюда. Пошёл. Письмо. Передадите. Мне просто суток пять на глупотвакте сидеть за самоволку. Мистера отсюда, я сказал. Быстрому. Одна нога здесь, другая там. Пошёл, я сказал. Надежде, передадите. Кому я говорю? Пожалуйста. Пошла. Акробат, чёрт. Терехов, ты тут? Терехов, на губе. Понял. Я только на минутку. Терехову письмо передать. Да, давай. Только быстро. Терехов. Терехов. Терехов? Чего? Лёш, не спишь? Отоспался на год вперёд. Тогда танцуй. Письмо тебе. Тётка, которая продукты возит, передала. От Нади? Ага. Дай сюда. Ага, сейчас. Погоди, 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 я почитаю. Здравствуй, Алексей. Спасибо за сердечное письмо. У нас, Варвара, всё неплохо. А Варя, это та, которая вторая? Паш, я когда выйду, я тебе морду разобью. Антонова! Я? Будь сюда. На, держи. Спасибо. А чего в живую-то не встретитесь? Ну? А то только письма писать гораздо. Здравствуй, дорогая моя молчушка. У нас тоже учебная пора. Без устали осваиваем небесную премудрость. Скоро выпуск. Надеюсь, что попаду в истребительный полк. Чтоб тебя защищать. Защищать твой сон. Защищать твою жизнь. Чтобы ты у меня была счастлива. Если помнишь, Надь, в Харькове у меня осталась семья. От них по-прежнему. Нет никаких вестей. А вот у меня для них есть. Только когда сообщу, что я встретил самую лучшую и молчаливую девушку с прекрасным именем Надежда. Хватит. Тоже мне Лев Толстой. Надя не видит, а они и рады. Это личное. Да мы как романы-то читаем. Может, у нас этого и не будет вовсе. Потому что у нас на фронт скоро. Спать всем. Чего смотрим? Отбой. Спать, спать. Отбой. Отбой. Турмовики демонстрируют применение разворота на цель. С последующим уходом в сторону Беллинга. И с одновременным изменением ведущего в составе группы. Вот. Подобный маневр будет неожиданным для зениток противника, что позволит неожиданно появляться над полем боя, взрывать прицельный огонь со стороны земли и атаки истребителей противника. Вот. Так сказать, творческий подход. Как фамилия ведущего звена? Терехов! Алексей Терехов! Лучший курсант! Не-а. В училище сегодня проверяльщики приехали. Так что не отпустите его, Паташук, на свидание. Ерунду не говори. Они как только темнеют, сразу закончат свои полеты. Это мамин подарок. Он удачу приносит. Да вы соображаете вообще? На улице мороз! Это же первое свидание! Какие уж тут портянки-обмотки! Красота! Ну все же глупости. В туфельках эти… Зато загляденье какое! А ты чего злишься, что не тебя выбрал? Да я вообще больше балалаешников люблю. Ну что это гармошка? А что это здесь за модельный салон? А я пойду, Марк Саныч? Можно? Марк Саныч! Вы же сами написали для нее увольнительную. Да? У него шасси не уходит. У него шасси не уходит. Дерехов! У тебя шасси не выходит! Дерехов! У тебя шасси не выходит! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Засыпаю, я вижу вновь, Что балконная дверь чуть приоткрыта, И кисельную тюль в окно, где пыльный июль, Выдувает капризный сквозняк. Не скрывая свою любовь, То не светит, танцует риориту, Веки полу прикрыв этот странный мотив, Позовыть не могу я никак. Ах, риорита, как высоко плыла ты над нами, Через страх и озноб, через восток побед, Аргентины далекой привет. Ах, риорита, как плескало все алое знамя, В нашей юной стране был каждый юный вдвойне, Где все это не было и нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тупливо жжет. Сейчас будет сажать на брюхо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И Виктория. Лёгчестве будет. Молчишь, а ты чего? Уезжаю. Видеть тебя не хочу таким. Противно. Чё-то не хорошо так. А ты жалей себя больше. Только без меня. Молчишь, что с тобой? Ты что? Ты что? Господи, бабу Марфа! Баба, помоги! Помогите! Спасибо вам, бабу Марфу, что милицию не вызвали. Да мне девка не спасибкая. Спасай его. Так ведь недолго и спится. Организм-то не окрепший. Жалко будет, хороший парень. Вот мой феропонт покойный. Жил-был и сгорел. От водки. Отравление. Вовремя мы. Ещё бы чуть. И быть бы вам, милочка, вдовой. Теперь варианта два. Либо ваш Алёшечка вообще не будет пить наученный. Либо… и пусть сердце проверит. Шалит сердечко-то. Не жаловался никогда. И всё-таки пусть проверит. Спасибо. Возьмите. Уберите. Уберите. Спасибо. Уберите. Не пугайтесь, не пугайтесь. Вы Раиса Романовна. Чем обязана? Доктор Рагнер, ваш жилец. Понимаете, я одного человека ищу. Девушку. Она ранена была здесь недалеко. Может, обратилась за помощью к доктору этому. Молва идёт. Понимаете, ну… Господин Агнар дома? Пожалуйста, там идёт операция. Пожалуйста, там идёт операция. Мне предписано доставить вас к бургомистру. Что за срочность? У меня операция. Есть вопросы по поводу пациентов с огнестрельными ранениями, которых вы скрываете. Русских пациентов. Где ваша жиличка? Русская девушка. Боже упаси. Она, вероятно, в госпитале с господином доктором. Он устроил её туда работать, и она, скорее, его жиличка, чем моя. Понимаете, про что я? Откуда у вас эта книга? Биография вашего вождя подлежит изучению в школах? Вы не знали? Заканчивайте. Уходим. Заканчивайте. Почему же вы сразу не сказали, что вы наша? А почему я должна каждому встречному об этом? Время такое не угадаешь? Кто свой, кто чужой. Я своя. Теперь понятно. Искал ты у тебя. Такой щербинкой, рыжий. Но я его не знаю. Вдруг провокатор. Он наверняка ушёл. Ясно. Агнар, объясняй, что это за история с русской девкой, у которой пулевое ранение? Прячешь партизанку? Я сам её и подстрелил, случайно. Скажи ещё, как куропатку на охоте. Майор. А ещё эта русская проститутка явно нарушает закон. Она не проститутка. Она должна поставить на учёт себя свою квартиру, где будет обслуживать клиентов. Прибить выписку. Справку о здоровье вы, конечно, уже выдали. Что? Не смей, тёбер-лейтенант! Смирно! Я приказываю выйти из кабинета. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это всё донос на тебя. И мне всё сложнее не давать им ход. Вокруг много красивых девок. Почему ты защищаешь именно эту партизанку? Она не партизанка. А так его и лечил. А теперь я хочу с ней жить. Злоупотребляешь, Агнер. Если я пообещал твоему отцу, что буду за тобой присматривать, это не значит, что тебе всё сойдёт с рук. Ты понял? Да. Свободен. Может, ты ещё и женишься на ней? Конечно. Если она согласится. Они сделают новый аутсвальс. Вы будете работать в госпитале. Всё хорошо. Ты под его защитой. Это лучше, чем прятаться по подвалу. Так он что? За нас? Он сам за себя. У него своя позиция — лечить людей. Немцев, русских, любых. Надежда, я не понял. Я вас прошу, подпишите его рапорт. Пусть уезжает в боевую часть. Я знаю, вы его удерживаете здесь ради меня. Не надо. Пожалуйста, не надо. Но ты ведь его жена. Ты должна как-то заботиться о мужа. Ну, я и забочусь. Пусть уезжает на фронт. Я с ним с таким, как… Как он сейчас. Жить не хочу. Субтитры создавал DimaTorzok Я из комитета народной помощи несу лекарства для комендатуры. Ну, дайте документы. С разрешением доктора Агнера. Иди-ка ты отсюда, тетка. Комендантский час скоро? Да. Надо торопиться домой. Давайте. Успеешь проскочить. Ничего-ничего. Я шустрел. Вокруг патрули. Ничего-ничего-ничего-ничего. Все. Доктору поклону. Хорошо. Вот это подарок. Пташуха, дню рождения. Пташуха, дню рождения. Вот, я тебе собрала уже все. Когда ты должен явиться в часть? В училище уже ждет машина. Угу. Баба Марфа тебе пирог испекла. Именинный. Ты что, знала? Это ты Птушуку сказала? Чего, избавиться от меня побыстрее хочется? Ну, ты же сам хотел на фронт. Вот еще. Это… Может быть глупость, конечно. Это молитва. Мы неверующие, но… Ты спрячь. Вот. Держи. Спасибо, Баба Марфа. Ну, что ты на меня не смотришь? Долгие проводы, долгие слезы. Давай не будем. Больше раз уж не убьют. Не так представляла себе. Первое прощанье. Обидела ты его, девка. Что ж ты так, своими руками да в пекло. Добрый вечер. Ваши документы, пожалуйста. Я спешу на срочную операцию. Это моя хирургическая операция. сестра и санитар. Пожалуйста. Идемте. Шустрый. Идемте, идемте. Вот. Спокойно. Вот, пожалуйста. Спокойно, хлопцы. Спокойно. Чуть-чуть-чуть. Пойдемте, пойдемте. Там тяжело ранено. Глупо так все. Новые гранаты партизанам. А у него почти в руках разорвалась. Случайно. Зачем только брал. Больше он никого не зацепил, а у него он есть живот. Господи. Готовьте инструменты. Варя. 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 Ты? Живая? Ты? Савельев. 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 Варя. Где ты, Савельев? Ты посмотри, кто к нам с доктором немецким, а? Ты? Господин доктор, вот еще раненая. Вот, женщина лежит. Следующий. 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 Следующийال. Следующий. Разosa. Послась. Этот помог. Помог? Он у меня в госпитале строил медсестрой. Варим, может, останешься? А раз уж ты брала, добралась. Не могу сейчас. Не время отдай. Навлеку на него. А он нам еще пригодится. А? А ты чего, его жалеешь? Вот этих всех жалеешь? Понимаешь, но не время сейчас. Найду подходящий момент, придумаю что-нибудь, вернусь. А, так тебя обработали, да. Ну, конечно, у фрица пропаганда всегда подставлена. Ты видела эту женщину? Знаешь, откуда у нее четыре пули? Дай пройти. А я расскажу, жители этой деревни на расстрел, связь с партизанами, всех лицом в снег. И девочку вот эту. Девочка маме говорит, мама, холодно. А маме ладошку по чечку. Бабушка сверху легла, от пуль пригрыла. Убита первой очередью. И в мать четыре пули всадила. Ну, жива. И девочка подмерзла, бабушка, жива. Руку маме лижет. А мама хоть кровью истекает, все равно вот так вот пальцами шевелит. Мол, ты жесть, да чурка. Ты жесть. Так неотколько часов, пока не спасли. Понимаешь? Замерзли? Ничего. На том свете согреемся. Рановато ты туда собралась. Я не собралась. Это присказка. Это моя семья. Сегодня Рождество. Мы всегда собираемся вместе. Традиция. Пусть хоть так они со мной. Это моя мать и отец. Норберт Агнар. Можно. Почему я знаю это имя? Он великий ученый. Да, по его учебникам учили даже в ваших школах анатомию. Он доктор. И я стал врачом. Наверное, мои дети тоже будут врачами. Врачами. Это моя мама. Это я. Мне тут двенадцать лет. А вот это папа. А вот это моя новая семья. Ну, после того, когда папу расстреляли, а маму отправили в лагерь. Зачем же вы приехали сюда, Петер Норбертович? Просто Петер. 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 А Алексей пишет? Нет. Он обижен на меня, мама. Петер Норбертовича. А от Варьи есть новости? Ничего. Глаш, а может, твой Ермилов узнает про Варю? Какой же он мой, Наденька. Юрий Иванович жениться собирается. Видела я эту даму. Видная такая. Медик. А он в разъездах теперь вечных. Мам, а это больно будет? Ну, терпеть можно. Я тебя вообще посреди поля родила, считай. Да, папину часть перегоняли, а ты в пути запросилась. Нетерпеливая. А ты пой, Наденька. Как прихватит, так и пой. Спасибо. Спасибо. Те, кто помогают немцам, предатели. Переходите на сторону партизан. Помогайте под полью. Пффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффкффффффф Музыка. Женские дела давно были? Угу. Давно. У многих же пропадают. Ребёнка ты ждёшь. От него? И куда ж ты с этим ребёнком? От немца? Подскажите мне, кто поможет мне избавиться? Лишь мы работники Всемирной Молодец. Молодец, молодец. Тушься, тушься, тушься. Давай, давай. Великой армии труда. Моя хорошая. Молодец. Молодец. Владеть землёй имеем право. Так. Давай, 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 давай. Чуть-чуть ещё. Ещё чуть-чуть. Ну, вот он твой красный командир. Теперь только так командовать с тобой будет. Ну что, Виктор Алексеевич, вот ты какой. Не, немцы у нас не часто появляются. Разве что забежные. А ты что это, девка? Чего тоскуешь? От тоскившие заводятся. Чего пришла-то? Мне избавиться нужно. Да я вижу, что ни одна в гости пришла. Три месяца, как ни одна. Чего, рожать не хочешь? Немцы ребёнок. Что ж, немцы не люди, что ли? Ни людей среди наших хватает. Раиса Романовна обещала, что вы поможете. О, Раиса. Ну да. Знает, куда направить. Только я младенцев не извожу. Я их рожать помогаю. А потом крещу. До войны с батюшкой у нас здесь приход был. А когда моего батюшку в тридцать девятом расстреляли, так я по домам править пошла. Не бери и грех на душу, девка. Я тебе в этом не помощник. Иди и носи. Тем более, что дитята по любви. Не силой же он тебя взял. Вы… этого знать не можете. Знаю. Вижу много. Оттого и тошно самой бывает. Помогите, пожалуйста. А ну пошла отсюда. А ну пошла. Ты ещё вздумала. Убивицу нашла. Вон пошла, говори. А ну пошла, вон. Пошла. И отцу дитя тебе скажи. Знать он должен. Ну почему? Ну почему? Почему ты мне раньше ничего не сказала, Варя? Я как дурак. Я как дурак. Я как дурак ничего не видел, Варя. Варюшка. Ой. Варя. Варя. Я не буду рожать. Убери его, ребёнка. Не нужен он мне. Варя, что ты говоришь? Я сказала, убери его. Не нужен он мне. Ты врач. Убери его. Варя. Что ты предлагаешь? Что ты предлагаешь, Варя? Убить меня, своего сына? Или свою дочь? Тебе ребёнок не нужен? Варя. Варюша, родишь ребёнка. Слышишь? Я его заберу, а ты его родишь. Я тебя не держу, Варя. Сражение завершено. Полным разгромом врага. Повторяю. Полным разгромом. Основные направления. Центр. Судьба страны. Будет решаться там. Сообщить по отрядам. Все. Варя, спешишь? Как же наша любовь? До часов да на урывочек. Давай провожу. Отставить, Савельев. Шустрый, проводи до развилки. Смотри осторожно. Сам никуда не суйся. Давай, выполняй. Все. Понял. Что, на грудь уже принял? Накажу. Барбара. Зачем тебе это надо? Когда-нибудь мы станем семьей, и у нашего ребёнка будет фотография. Немецкая подстилка. Ничего, скоро их всех отсюда вывезут. Вам скоро придётся уходить? Ты должна уехать со мной, Варя. Я добьюсь, чтобы нам оформили брак. Варя, Варя, ты уедешь со мной как законная жена. Тебе здесь не дадут жить с моим ребёнком. Зачем. Стив, стив! Стив бенегом, стив! Ура! Пошли! 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 Черт, Жень! Мне склятаться с ними надо перед тем, как они будут. Ну, ты пойми, я оттуда их уже не достану. Ты понимаешь? Ну, пошел ты! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Зинайда, вы Варю не видели? Нет, я её не видела. Нам надо уезжать. Я понимаю, но я её не видела. Где она? Где-то подстилка немецкая, а? Уехала. Уехала с врачами. Уехала. 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 Варя! 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 Господин Майк, садитесь в машину. Нам нужно… Садитесь, пожалуйста. Варя! 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 Людка! Варя! 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 У машины, пожалуйста. Варя! Ага! Юдом сказают… ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Все. Уехал. Можешь идти. Оглохла. Пошла вон. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА